Я вас приветствую, дорогие зрители, с вами канал Недвижимость в Турции, Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, и в этот раз я приехал в район Оба. Хочу предоставить вам хороший вариант под ВНЖ 2 плюс 1. Большая квартира с большой территорией зеленой. Тут бассейн огромный, отсюда вид на крепость Алани. Вот глазами все видно вот так. Этот вид у вас не закроется. По вечерам там освещение желтое над крепостью. Здесь несколько сторон у квартиры. Детская игровая площадка, беседка, снаружи открытая парковка. Состоит проект из 8 или 7 блоков. 3 или 6, ну много блоков. Четырехэтажный проект. Был построен в 2010-2011 году. Есть генератор. Итак, показываю. Расстояние отсюда до моря 1500-1560 метров. Между ними максимум до воды. Тихо, спокойно. Рядом есть маркет напротив проекта. Овощной, фруктовый магазин. Где-то 500 метров отсюда магазин хостоваров Кочташ. Рядом 200 метров сеть магазин А101. Шок, Бим, канцелярии и тому подобное. Большая 2 плюс 1. Я имею ввиду, что минимум 105 полезная площадь. Может быть и больше. Бытовая техника. Холодильник Бош. Бэка, посуда, мойка. Бэка. Вся техника Бэка, кроме холодильника. Ну и стаканчики, все, и заезжай, и живи. Торелочки тоже есть. Все, проверь. Посуда тоже есть. Можно что-то купить. Холодильник надо открыто держать, чтобы проветривать. Кондиционер Бэка, старая, нужно поменять на инверторную. Здесь сторона южная, так как крепость там юго-западная. Да, эта сторона юго-западная. Хорошая прихожая. Шкафчик какой здесь строен до потолка. Теплый пол в санузле. Есть вытяжка. Накопительная система Бойлер. Но также на крыше есть у нас солнечные батареи. Это зимой пользуется. Она маленькая, видно, что редко пользуется. Ванна есть даже. Это первый санузел. Тут можно указать цену в топу минимум 203-205 тысяч долларов. Так как собственности выше пяти лет. Квартира. Вот такая спальня. Где-то у нас 14 квадратных метров. 13,5-14 полезная площадь. Или же 13. Минимум. Тоже кондиционер LG. Не буду томить вас. Цена этой квартиры 108 тысяч евро. Оплачивайте налог. Налоги на квартиру выйдут вдобавок где-то между 8500-9000 долларов. Все налоги для оформления топу. Там 4%. Экспертная оценка в нем включена. Там переводчик. Сумма оплаты. Несколько других. Комментации иностранной валюты. 203-205 тысяч долларов нужно будет поменять в банке. По курсу Центрального банка Турции на лиры. Потом, чтобы обратно их купить на евро, вы там потеряете где-то между 300-400 евро или долларов. Здесь тоже теплый пол. Обходится квартира с оформлением где-то 100, ну максимум 120 тысяч вместе с комиссией. Так. И получите ВНЖ. Спускаюсь на территорию. На этаже 2 квартиры. То есть 3 квартиры. Лифт. Также у меня есть очень хороший вариант у реки, у моря. 2 плюс 1 под ВНЖ. Цена 107 тысяч евро. Есть ролик на канале. Можете посмотреть. Там вид прямо с гостиной на речку Дим и на горы. Очень хорошая локация там. Песчаный пляж, подземный переход. Вот на данный момент 2 бюджетных варианта под ВНЖ у меня есть. А также есть скрытные квартиры, которые я не снимаю. Показываю на месте моим клиентам, которые приехали в Аланию. Заранее фотки не люблю отправлять. Потому что смысла не бывает. Онлайн продажей не занимаюсь. Все вживую, на месте. Вот огромная территория. Есть также бюджетный вариант у Махмудлари, но там ВНЖ не получить пока что. Не знаю, когда это может откроет, может не откроет. Не знаю. Правила меняются раз в год из-за мировых ситуаций. Везде войны, там, тут. И Турция себя хочет защитить от всего этого. И так и должно быть. Вот огромный бассейн, который работает летом. Айдат тут 1000 лир. Напротив здания вот этого. Там магазины. Все, дорогие зрители, звоните, пишите. Цена 108 тысяч евро в этой квартире. Расстояние до моря максимум 1500-1560 метров между ними. Всем пока-пока. Ставим лайк. Подписываем на наш канал. Пишем комментарии. Приезжаем в Аланию, обращаемся. Я вам показываю в тот день почти все варианты под ваш бюджет. Но бюджет вы должны мне честно сказать. Чтобы я искал ниже вашего бюджета. Выше я не ищу. Всем пока-пока.